Движимость, недвижимость Половина кишок ее на смерть определили, и она потом... У нас раковая больная была? Ну, раковая больная или какая, сейчас у нас все к раку привыкли. Положат тебе салатик маленький? Вот. Я это тогда вычитала. Ну, пила я пока на красной горке жила, я раза три, наверное, курса проходила. Просто сама для себя проходила. Потом, когда ты пропьешь вот эти 15, у тебя вообще весь организм очищается и становится легко-легко. Вот просто как будто ты нес какой-то мешок, и потом вдруг ты его скинул. Ну, давайте, выпивайте на встречу. Они не чистятся эти. Почему? Желатиновая, так она естся. Разрезай. Сережа, нарежете и есть. Сережа не стал? Нет. Сережа не стал. Он отказался отдать грамм. Ну ладно, давай за встречу. За встречу. За здоровье. За Ваше здоровье. За здоровье всех на свете. Чтобы было все хорошо и замечательно. А я училась в девятом классе в то время. Ну это в сорок восьмой год, наверное. В девятом классе в сорок восьмом? Нет, нет, нет. В сорок шестом я уже на работу пошла. В сорок шестом. Это было с сорок пятого на сорок шестой год. Вот в это время, зимой, значит, в какое время приходит цыганка, значит, я сижу за уроками. Там сделала свои. Мама у нас была, она, как сказать, после тех всяких процедур, которые ей делала Маруська Тарацкина, вот, всяких процедур, она еще была больная, не восстановленная особо. Я там с коровой справилась, там еще с каким хозяйством исправилась и пришла, села за уроки. Вот заходит цыганка. Она, значит, что она маме сказала? А, нет, еще не было, она мамой еще не лечилась. Мама была больная, еще ее дед Войтухов не лечил. Вот. Она на нее посмотрела и говорит, тебе сделала твоя родственница на три года, а вот через три года она должна была или умереть, или что там сделать, кто его знает. Мария, она и назвала Мария, а мама уже знала, что он с этой Маруськой Тарацкиной там отец воскался. Кувыркался. Кувыркался, да. Ну и вот. Она, значит, и говорит, а у нас в роду нет Марии. Мама-то говорит, у нас нет в роду Марии, а по-нашему родственница считается через контакт, значит, с мужем. Но она, по-моему, все это махнула рукой и говорит, тебя никто, сделала она тебе на три года. Порчу? Да. Да, сделала она ей порчу или что она там ей сделала. Ну так, это условно порчу. Да. Вот, сделала она тебе на три года. После этих трех лет она, я сейчас не помню, конечно, что она ей сказала. Но, говорит, тебя вылечит только этот дед, который делал. Ну я смутно, я представляю, что она родила какого-то деду, а я не знаю, никуда она не ходила, она была неходячая уже, она была лежачая. Вот. Потом, значит, она ей это все сказала, что, говорит, вылечит тебя этот дед. Потом мне она, значит, что говорит, она говорит, что я тебе должна. А у нас вот такой огрызок зеркала лежал там. Больше и в квартире не было. Она говорит, да ничего мне от вас не надо. Если не жалко, говорит, вот это зеркальце мне отдайте за вот это. Она... Твой отец, то есть твой муж и еще там пять-шесть человек из бригады, из спиртовозов, вот. Они возились? Да. Они опились, их увезли в больницу. Они в бочках возились вверх. И потом у них бочка одна пробилась, они... Да, подставляли стаканчик. И пробовали, да. И не пробовали, а пили. И лошади пришли на место, а они валялись на дорогах. Вот это правильно, это вот совпадение. Значит, вот фотографическая память. Тебе там в тридцать пятом было почти семь, шесть. А мне поменьше. Три года. А мы... Нет, это, наверное, попозже. Наверно, ближе. Тридцать седьмому году. Тридцать седьмому, наверное. Тридцать седьмому. Тридцать седьмому мы уже приехали сюда. Ну, приехали. Так вы приехали весной? Нет, осенью. Осенью приехали? В ноябре приехали. В тапках сидели, помнишь? На тюках какие-то там. Места не было в вокзале. В тапках нас посадили. И посадили на тюки. Дождь холодный идет. А мы сидим. А потом на вокзале нас пришли. Встречать. Встречать. Мне принесли. Мы были в лаптях. Ну, ну... Мам говорила. Нет, это они были в лаптях. Это мы были. И вы были в лаптях. И мамка была в лаптях. Я была в лаптях. И мамка была в лаптях. Ты только не был, может быть, в лаптях. Мне дали глубокие галоши, и маме дали, значит, и мы через мост потом туда, так, через мост и пошуровали. Мне-то через мост ты ещё могла идти, а меня... А тебя нёшь? А меня нёшь, дядя Федя. Мост через оболочку, на нижней оболочку. Вот, вот, нет, а на верхнюю, на верхнюю оболочку. Он сначала туда к деду же поехал. А его же потом сразу забрали, они же были стахановцы, и их всех там были два брата, я сейчас фамилии запамятовала их, как их не была фамилия, их подкупили, и они сказали, что вот эти самые стахановцы, их 17 человек, и всех забрали. Это дядю Федя, это в 43-м году. Ну, не знаю. Это бы уже было в 43-м году. Ну, может, может быть. Портрет дяди Федя висел вот на этом, где-то там, сейчас называют, раньше был трест, там доска, висела доска. А что это? Сахана? Его, его забрали, значит, потом... На Пепа какой-то Петрухин. А в 37-м году мы приехали, а в 38-м году деда забрали. Деда забрали. Он работал... На 3-3-бис. Нет, на коксовой, на закладке здесь, коксовая шахта, а тут была закладочная... Ну, она и была дана... Нет, нет, нет. Он... На 3-3-бис он не работал, не работал. Да не знаю, я тогда еще раньше спрашивал, где работал дед. Потому что я пораньше. Закладка появилась после... Около 60... Вот когда... Ну, не важно. Ну, как тот, что его в 38-м году забрали деда. Да, это примерно, да. А в 43-м году забрали дядю Федю. Так, совершенно верно. Эх любят. Эти я года все хорошо помню. А его потом, когда и реабилентировали, их потом поставили на листовало, потом там еще куда-то, и когда он вернулся, он уже был больной. Он был... Дядя Федя там? Да. А, нет, он же их после посадки, их отправили как горняков специалистов, в ЖЭС-Казган. Я был в ЖЭС-Казгане, на Медный и Рудников. Там он заработал пуберкулез в Рудникове. Ну, как тот, что, что было, то было. А начальником была Полина Васильевна. Какая начальник? Начальником нормирования. А-а-а. Вот. Ну, это я не знаю, это уже три года помню. И, это... 49-й год. Ты как, не могла начальнику... В 46-м году я пошла на работу. В 46-м. Ну, в 46-м и дальше. Вот. И твоя... И ты помнишь, что она была уже начальником отец? Ну, в первой начальнике всегда запоминается. Сережа, будешь чай? Настаська. Сережа, ты чай будешь пить? Чай будешь? Потому что... Чучусь надо. Чучусь надо. С ней... Кто-то... Кто-то с ней переговорил, я не знаю. Ну, родители, наверное. Нет, не родители. Кто-то с ней переговорил, и она сказала, вы приведите мне ее. Я потом посмотрю на... Да, они меня привели. Антон Анкетик, там был... Привет, привет. Иди сюда. Он во время войны взят был как в плен, репрессированный, значит, хрометражистом он был. А меня взяли учеником, нормировщика. Она на меня посмотрела, говорит... Годится. Будешь работать? Я говорю, я буду работать. Вот, и тут к скорости, значит, его освободили. Он уехал, хрометражист этот. Я забыла, как... Забыла, как его подъявили. А, ну, возьмешь, тогда еще пока. Ну, и господи. Взяла она меня учеником. Потом, когда этот... Уехал ему... Ему реабилитировали, он уехал. А этот хрометражистом, который был, меня перевели хрометражистом. Вот. А потом уже... Потом уже нормировщиком. И я замещала начальника нормирования. В общем, по моим способностям... Ну, это я знаю, да. По моим способностям сделали мои потребности. Вот. Эх ты, клычок-то потерял. Лук, чеснок убрала. Ну, там эти две грядочки. На одной грядочке, может быть. А может быть, я крайне... Когда скопаю... Эх ты, куда, Тобик, залез? А? Куда ты залез? Куда залез? Десячночок посажу в грядочку. А это, может быть, и сажу. Ягоды. Обновлю. А не обновлю, ему останется. Ну, так близко будет, что попало. Сейчас он его так рядом снимает. Ну, да ничего, привет, кори домой. Топа. Живите, толпы. Сколько будет, даст? Да даст, поживите. Поживете. Свой век все равно проживете. Чужой-то, конечно, вы не захватите. Он вам не нужен. А свой-то будете жить сколько надо. Я прочитал одну статью. Ну, сто, ну, сто двадцать. Вот когда показывают, вот совсем вот такие. Ну, конечно, живьем не положишь, но и в то же время это мучается уже человек живет. Логично. Мучается, я считаю. Да, я же еще. Хорошо, если вот пока еще можешь сам вот, она еще ладно хоть в туалет встает. Еще к окну садится, смотрит. Пусть живет. Но когда уже будет вот так лежать, она, конечно, не виноватая, но она уже бы и ни к чему. Так каждая мечта это. Вот я у Семеновича был. А про кого? Про кого это? Я бы хотел, чтобы я шел и умер сегодня, скажем, или завтра. Ну, не здесь, потому что зачем на вас? Кого недавно кто-то хоронил? Ты рассказывала, или нет? Рыбка, рыбка. Ой, ну могу. Держи, да. Ну, рассол без этого. Ну, давайте. Ну, все равно. Не болейте. Спасибо. Ну, ладно. А, болеть не будет. Привет домашним. Ну, ладно. Важно, чтобы я держался. Да, да, да. Ну, не болеть в этом возрасте. Извиняйте меня. Извиняйте меня.